Доброе утро! 30 мая на календаре мы с огромным удовольствием приветствуем всех наших любимых, обожаемых зрителей на телеканале Рика ТВ. Очаровательная Маша Максимлюк. Мне сравненный Дмитрий Шиш, наша дружная творческая команда, этим утром будет дарить вам хорошее настроение. Последний понедельник мая настраивает скорее на мысли о лете отдыхе, отпуске, а не о том, что нужно идти на работу и выполнять какие-то планы. Машуль, собираешься в отпуск? Хотелось бы, но дела не ждут, как говорится. Работа, работа и еще раз работа. Совершенно верно. Между тем, трудовая неделя началась и мы желаем вам, дорогие друзья, успеха во всех делах. Ведь когда делаешь что-то важное и полезное, то появляются и силы, и желания сделать все как можно лучше. В компании K7 Group все от строителей до менеджеров знают, что их работа очень важна для будущих жильцов. Поэтому жилой комплекс «Алия» строится основательно и надежно. Как сообщается на странице K7 Group Actubia, компания не забывает радовать клиентов акциями. Так, квартиру недели трехкомнатную предлагали со скидкой более миллиона тенге, а двухкомнатную по номинальной стоимости при оплате 50% первого взносов. В общем, регулярно заглядывайте на страницу K7 Group Actubia в Инстаграме, а лучше приезжайте в офис компании по адресу улицы Газизы Жубановой, 13, или звоните по номеру 8 747 207 04 04. Менеджеры все расскажут подробно, объяснят и дадут полный расклад. Кстати, в офисе работают консультанты от Басыбанка. Они ознакомят с программами кредитования и возможными льготами, а их очень много. Воспользуйтесь моментом, чтобы купить квартиру на этапе строительства по наиболее выгодным условиям. K7 Group. Мы строим будущее! Вы смотрите «Новое утро», понедельник, 30 мая на календаре. Машуль, как обстоят дела с ремонтом в твоем новом жилье? Да, дела обстоят прекрасно. Я знаю, кому можно доверить мое жилье. И тех, кто сделает ремонт качественно, и знаю тех, у кого заказать мебель качественную, подоступную. Человек – это будущий дизайнер. Какой вы видите обстановку в своей новой квартире? Классика, строгость, сдержанность. Сегодня в моде скорее неоклассика. Это солидная мебель, мягкий натуральный цвет, плавные линии. Именно так выглядит кухня или прихожая от компании «Вавилон». Закажите проект в «Вавилоне», и дизайнеры, благодаря четким размерам вашей жилплощади, дадут несколько проектов встроенной мебели с учетом ваших пожеланий. Кроме того, от момента заказа до изготовления установки, ваш заказ будет вести лично ваш менеджер компании «Вавилон», с которым можно обсудить все детали, все нюансы. Приезжайте по адресу Батэс-2, проспект Ольцисдык, 18 с 9 утра до 7 вечера. Звоните по телефону 8776-172-4040. Не забудьте подписаться на страницу в инстаграм «Вавилон», нижнее подчеркивание, «Октьюбе», чтобы увидеть, какие замечательные кухни, прихожие, детские, уже установленные в квартирах «Октьюбецов». «Вавилон» – лучшее решение для вашего дома. А пока вы раздумываете над своими планами, мы напомним, что каждый день в нашей жизни имеет значение. Насколько важна дата 30 мая, расскажем в нашей рубрике «Календарь». Сегодня открывается один из самых известных фестивалей Южной Кореи – весенний праздник Каннын-Доно. Своё название фестиваль получил от названия древнего города Каннына, который расположен на берегу Японского моря, и благодаря этому стал одним из туристических центров страны. Каннын-Доно – один из древнейших фестивалей на планете. Первое упоминание о нём встречается в «Хронике Трёх Королевств», летописи, созданной в 1145 году. Кроме туристических достопримечательностей, город известен своими фестивалями. В первую очередь это фестиваль «Доно» или «Тоно», который проводится ежегодно на реке Намдэчхон. В 1967 году это событие вошло в список нематериального культурного наследия, а в 2005-м ЮНЕСКО включило фестиваль в перечень шедевров устного и нематериального наследия человечества. Фестиваль состоит из множества ритуалов, призванных разогнать зло и принести удачу людям, и длится примерно неделю. Одно из главных представлений – танец с масками Кванно в духе современного театра МИМ. Одни из главных персонажей – знатная вельможа в колпаке с веером в руках и разрумянинная невеста. Также в праздничные дни принято возносить хвалу божествам, поднося им священный напиток. На Каннын-Доно, как правило, стряпают рисовые пироги, угощая ими друзей и знакомых. В последний понедельник мая в США отмечают День поминовения в память обо всех погибших гражданах Америки. Первоначально чествовались погибшие в гражданской войне XIX века, но теперь это День поминовения всех погибших во всех войнах и вообще всех умерших. В этот день проводятся специальные церемонии на кладбищах, в церквях и в других общественных местах. Есть много историй о начале празднования. Более дюжины городов претендуют на роль места его зарождения. Есть также свидетельства, что организованные женские группы на юге страны украшали могилы в конце гражданской войны. В 1867 году был опубликован гимн «Преклоним колени, там где спят наши любимые», сочиненный Неллой Свит, который нес посвящение женщинам с юга страны, которые украшали могилы погибших конфедератов. Южные Штаты долго отказывались признавать эту дату и почитали своих погибших в другие дни. Это продолжалось до Первой мировой войны, когда стало принято вспоминать и почитать память всех погибших во всех войнах. 30 мая – День святой Жанны Д'Арк. Его отмечают во Франции и в других странах, где принята католическая вера. Жанна – покровительница военных во Франции. В 1920 году официальным указом Папы Бенедикта XV Жанна Д'Арк была причислена к лику святых, хотя люди поклонялись ей на протяжении веков. Родилась Жанна в 1412 году во французской деревушке Дом-Реми. В возрасте 12 лет ей явилось первое откровение. По ее утверждению девочка услышала голоса архангела Михаила, святой Екатерины и святой Маргариты, которые готовили ее к особенной миссии – спасительницы Франции. Страна была в критическом положении. Вся северная Франция была оккупирована англичанами, армия была крайне ослабленной. Поставленная во главе армии Жанна Д'Арк, 17-летняя девушка, проявила смелость и воодушевила народ на борьбу с врагом. Она прорвалась с войсками в осажденные англичанами Орлеан и вынудила их снять осаду города, за что в народе ее стали называть Орлеанской девой. Однако король и аристократическая верхушка, напуганные широким размахом народной войны и растущей популярностью Жанны, фактически отстранили ее от командования армией. В результате предательства она попала в плен к бургунцам и была продана англичанам. Церковный суд в Руане, где судьями были французы, пособники захватчиков, обвинил Жанну Д'Арк в ересе и колдовстве и приговорил ее к сожжению на костре. Это произошло 30 мая 1431 года. Через 25 лет после казни на новом церковном процессе по делу Жанны Д'Арк она была торжественно реабилитирована, и ее признали возлюбленнейшей дочерью церкви и Франции. Ежегодно 30 мая в Перу отмечается Национальный день картофеля. Сегодня картофель является одним из самых обычных и распространенных продуктов. Он есть практически во всех кухнях мира. А вот в Перу картофель не просто любят. Здесь к нему отношение особенное. Картофель считается в этой стране культурным наследием и национальной гордостью перуанцев. Его называют не иначе, как папа. Не секрет, что родиной картофеля является Южная Америка. Перуанцы утверждают, что именно в их стране он появился примерно 8 тысяч лет назад. Кстати, в Перу разновидности этого клубня насчитывается более трех тысяч видов, и только здесь до сих пор произрастает наибольшее количество дикого картофеля. К тому же в Перу почти при каждом музее существуют залы картофеля, а в столице, городе Лиме, функционирует Международный центр картофеля, где хранится обширный генетический материал – около четырех тысяч образцов различных сортов этого овоща, культивируемых в вандах, и полторы тысячи сортов – более чем ста диких родственников картофеля. 30 мая 1896 года в Нью-Йорке официально было зафиксировано первое в истории ДТП. Автомобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом. Велосипедист получил перелом ноги. С тех пор количество происшествий растет вместе с увеличением автопарка. При нынешнем количестве автомобилей в мире от аварии страдают миллионы людей. «Каждые 24 секунды в дорожно-транспортном происшествии погибает один человек», говорится в докладе о глобальной дорожной безопасности, который ежегодно готовит Всемирная организация здравоохранения. Более четверти всех жертв приходится на пешеходов и велосипедистов. В рейтинге стран с самым высоким уровнем дорожных происшествий лидируют Доминикана, Зимбабве и Венесуэла. Казахстан находится в начале второй сотни. 85 лет назад родился актер Александр Демьяненко, народный артист РСФСР, всем известный по роли Шурика в комедиях Леонида Гайдая. Его театральная жизнь была не слишком успешной, на сцене он сыграл всего несколько ярких ролей. А в кино стал известен еще в 1961 году, когда фильм «Мир входящему» с его участием получил несколько премий на Международном кинофестивале в Венеции. Настоящая слава пришла к Демьяненко благодаря фильмам «Карьера Димы Горина» и «Взрослые дети». После этого он уходит из театра и полностью посвящает себя кино. Звездные роли Александр Демьяненко сыграл в фильмах «Кавказская пленница», «Операция И» и «Иван Васильевич меняет профессию». Закрепившийся за ним комедийный образ привел к тому, что Демьяненко очень редко стали приглашать в кино. И тогда он нашел себя на телевидении. Он играл моноспектакли, озвучивал мультфильмы, дублировал иностранные кинокартины. Ушел из жизни Александр Демьяненко в Санкт-Петербурге в 1999 году в возрасте 62 лет. Мы продолжаем утренний эфир. Всем хорошего дня, кто только просыпается. Есть еще одна важная дата, о которой хотелось бы напомнить. Завтра, 31 мая, в Казахстане будет отмечаться День жертв политических репрессий. Сотни тысяч безвинно погибших людей, лагеря политических заключенных, дети, жены врагов народа. Впоследствии реабилитированы все это наша история. И забывать ее нельзя. В этот день актюбинцы приезжают на верблюжью гору к памятнику репрессированным. И отдают дань памяти нашим предкам, на долю которых выпали страшные испытания. С программой Дня памяти вы можете ознакомиться на странице городского Акимата. Обязательно ознакомьтесь. А пока наш специальный сюжет. 31 мая Казахстан отдает Дань памяти одной из самых печальных страниц своей истории. День памяти жертв политических репрессий. Эти страницы истории в период с 1937 по 1938 год, несмотря на масштабные достижения в социально-экономическом развитии, в народе называют Алсапранзаман. То есть годами тяжелейших испытаний, подразумевая принудительный слом традиционного уклада жизни и перевод к оседлости, повлекшую гибель около трех миллионов человек казахского населения. В преддверии 31 мая хотелось бы отдать Дань памяти жертвам политических репрессий. Среди историков бытует два подхода к обозначению термина «жертвы политических репрессий». То есть есть узкое понимание, согласно которому жертвами политических репрессий являются люди, пострадавшие во время Большого террора 1937-1938 годов. Но все-таки большая часть исследователей склоняется к тому, что под жертвами политических репрессий нужно понимать всех людей, которые пострадали, начиная с революции 1917 года, заканчивая последними днями жизни Сталина. В 20-е, 50-е годы прошлого столетия в нашей стране было арестовано свыше 100 тысяч человек. 25 тысяч из них были расстреляны. Был уничтожен весь цвет казахстанской нации. Сакен Сейфулин, Алихан Букийханов, Мыржак Эбдулатов, Ахмед Байтурсынов, Турар Рыскулов, Бимбит Майлин и многие другие. Когда мы говорим про жертв политических репрессий, это были плановые репрессии, которые были одинаковы для всех. Руководители на местах, они старались как бы выполнять план, которым поставил Иосиф Виссарион Шталин, согласно которому нужно было ликвидировать столько-то процентов людей. За годы репрессий в нашу страну было сослано свыше 5 миллионов человек. А более 1 миллиона казахстанцев были вынуждены покинуть страну. Например, если в целом в России очень много пострадало духовенство, то есть священники, то в Казахстане, конечно, больше пострадала национальная интеллигенция. Так или иначе, но своя трагическая история, связанная с репрессиями, есть у каждой казахстанской семьи. Стоит отметить, что в последнее время государство довольно-таки плотно занялось и, в принципе, заняло, условно говоря, позицию гражданского общества. То есть мы видим, как, условно говоря, фигура Алихана Букиханова поднимается, то есть в честь него был назван район. Наследие этих людей, которые не смогли пережить эти политические репрессии, оно входит в национальный канон. Происходит абсолютно реабилитация как в прямом, легальном смысле, то есть на уровне законодательства, так и, в принципе, в моральном смысле, когда показывается, что данные люди внесли огромный вклад в изучение истории в Казахстане. И поэтому то, что делают государства в последние годы по поводу жертв политических репрессий, это достойно только похвалы. Теперь перед народом Казахстана стоит задача бережного сохранения памяти о несправедливо осужденных. Так, 24 ноября 2020 года по поручению президента Хасымжумарта Токаева была создана государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Главная задача которой – не только оправдать безвинно осужденных, но восстановить историческую справедливость. Это новое утро. У нынешнего поколения свои задачи и цели. Государство поддерживает желание заниматься бизнесом, открывать свое дело, развивать экономику с помощью частного предпринимательства. Но у каждого, кто уже работает на себя или только планирует, возникает масса вопросов. Как рассчитать финансы? Как продвигать свой бренд? Какая реклама эффективнее? Наши партнеры – компания «Профсервис» – открыли новое востребованное направление. Называется оно «Профсерконсалты» и предлагает не только бухгалтерские услуги, учет и аудит, но и обучение персонала, создание контента и продвижение, в том числе СММ. Специалисты работают как в октябре, так и по Казахстану, в том числе онлайн. По всем вопросам пишите в директ «Профсервис» нижняя подчеркивая «Консалт» или звоните по номеру 8-771-858-99-29. «Профсервис» сделает ваш бизнес устойчивым и профессиональным. А для настроения утром надо вкусно позавтракать. Кому-то нравятся мюсли и чашка кофе, а кому-то полноценный завтрак с котлетами или омлетом. В любом случае добавьте к завтраку стаканчик яблочного сока «Далафрут». Упаковка сока – это недельный запас витаминов и настроения. Не беспокойтесь за содержание добавок и сахара. Ничего лишнего в этом соке нет. Только полноценные фрукты и яблоки из садов Южного Казахстана. «Далафрут» – пример отечественного бизнеса, который находит признание не только в нашей стране. Вкусно, полезно, легко и приятно. Покупайте сок в супермаркетах. Остальные точки продаж указаны на странице «Далафрут Батес» в Инстаграм. «Далафрут» – стопроцентный натуральный сок. Спрашивайте и, конечно же, пейте с удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, мы продолжаем это «Новое утро». Лето только начинается, и у каждого из нас на него свои планы. Кто-то стремится в отпуск, планирует поездки, собирается проведать друзей и родных, благо границы все больше открываются. А кому-то придется все лето работать, и с этим надо смириться. К тому же за два года карантина мы как-то отвыкли далеко ездить. Так что дача и шашлыки тоже будут прекрасным вариантом. Астрологи тоже утешают. Проблемы, если и будут этим летом, то не у всех, и не самые большие. Сейчас обо всем узнаем. Слушай, а вообще сама веришь в астрологические предсказания? Безусловно, каждое утро начинается с астропрогноза. Серьезно? Я думал, с Инстаграма и сториз. И сегодня у меня хороший день по плану. Отлично. А какой день у вас? Расскажут астрологи. Астрологи. Для тех, кто родился под созвездием Овна, лето будет довольно удачным. Но от излишней активности и особенно попыток геройствовать летом, Овнам лучше воздержаться. Сосредоточьтесь на обыденных делах, и вы проведете лето в безопасности и комфорте. Тельцам предстоит многое кропотливо работать. Вас ждет напряженный график, необходимость принимать решения самостоятельно, даже если вы не являетесь управленцем. Но упорство и труд позволят вам не только справиться с неприятностями, но и ожидать дальнейшего карьерного роста. Летом близнецам придется решать большое количество финансовых вопросов. Проблем не будет, но будет скучная финансовая рутина с постоянным подсчетом трат. Однако есть возможность заняться каким-то новым делом и обрести в нем не только успех, но и удовольствие. Для раков лето не будет простым временем года. Придется решать разнообразные семейные проблемы, в том числе довольно неприятные, такие как тяжбы из-за имущества. Но поддержка родных и близких позволит не только остаться на плаву, но и сделать выводы о том, кому можно и кому нельзя верить. Рожденные под знаком лева получат возможность реализовать свои таланты, выйти на новый уровень. Это хорошее время для того, чтобы запустить бизнес-проекты или заняться творчеством. Но в случае неудачи не стоит переживать. Энергию нужно направить в позитивное русло, и тогда вы точно добьетесь желаемого. Для тех, кто родился под созвездием Девы, грядущее лето будет не очень простым в финансовом отношении. Нет, не стоит ждать сокращения доходов, но могут появиться новые финансовые обязательства, например, платежи по кредитам и ипотеке. Главное – трезво оценивать свои финансовые возможности, не пускаться в авантюры и остерегаться мошенников. Для весов лето сулит определенные опасности, в первую очередь от разнообразных паразитов, которые будут стараться получить от вас не только деньги, но и энергию. Поэтому надо дистанцироваться от подобных людей и вообще быть разборчивее в своих связях. Скорпионам лето продемонстрирует, кто действительно является соратником и другом, а кто случайный попутчик. Расстраиваться не стоит, так как лучше вовремя определить, кто есть кто. Это позволит избежать больших проблем в дальнейшем. Рожденные под знаком стрельцов могут быть спокойны, лето для них выдается позитивным. События будут радовать, дела в финансовом плане идут хорошо, родные и близкие станут надежной опорой. Но это не значит, что стоит терять бдительность. Берегите то, что есть. Для козерогов лето – период домашних забот и хлопот. Возможно, вы начнете делать ремонт. Или решите, наконец, заняться давно заброшенным личным участком. Но не забывайте о сохранении мира и спокойствия в семье. Не ссорьтесь с супругами, так как семейные неурядицы – один из рисков для козерогов. Лето выдастся для водолеев скорее спокойным, чем наполненным событиями. Дела будут идти своим чередом, но могут напомнить о себе некие проблемы из прошлого. Они могут принести мелкие тревоги и волнения. Но если вы будете сохранять самообладание, вам окажутся по плечу любые трудности. В целом, нынешнее лето будет для рыб благоприятным. Но им стоит внимательно оценивать окружающих, не допускать с их стороны попыток манипулировать или критиковать. Лето позволит разобраться, кто есть кто. И если есть тот, кто подставляет вас или работает против, надо поставить точку в общении с ним. Мы продолжаем утренний эфир. Спасибо, что новый день встречаете вместе с нами. Сегодня в Казахстане происходит серьезное изменение в общественной жизни. Этого нельзя не заметить. Активные граждане объединяются, создаются организации, которые занимаются самыми важными проблемами. А это и экология, и волонтерство, и прозрачность бюджета. И еще много различных направлений. С организацией, которая называется РЭД «Решимость и единство действий» мы уже знакомы. Ее руководитель Александр Васильевич Мандрикин вновь в нашей студии. Александр Васильевич, рад приветствовать вас. Добрый день, Митрий. Добрый день, активницы. Месяц назад мы с вами обсуждали важные темы. И об открытии говорили вашего офиса. И на днях вы собираете общественные слушания. На какую тему будут они? Эту тему мы озвучили, Митрий. Инициатива прозрачных добывающих отраслей. Такая аббревиатура. История создания самой программы международной. Она в Казахстане начинается с 2004 года с подписания президента. Вхождение в эту программу международную. А само начало мировое, это где-то конец 40-х годов, после Второй мировой войны. Когда бизнес, чувствуя свою корпоративную ответственность социальную, пошел на прозрачность, открытый свой бюджет, демонстрируя свою надежность в тех регионах, в которых работают недропользователи. Именно недропользователи. Вот эта инициатива, она сейчас зашла буквально в Казахстан на второй уровень общественности, о чем мы говорим, это где-то в конце прошлого года. Когда мы прошли обучение, конкретно три человека в Тюминской области, я оффлайн, двое онлайн, по внедрению, расширению инициативы в нашей области. Вот стандарты ИПДО, кем разработаны, с какой целью? ИПДО, расшифруйте для меня, непонятно, что ли? Инициатива прозрачности добывающих отраслей. Так она называется. Стандарты ИПДО, они разработаны уже в ходе работы. Это целая система оценки налогов, поступлений, бюджетов в виде табличного материала. Довольно серьезная наработка, которая имеется в открытом доступе. Она демонстрирует при подписании государством, участникам этого международной программы, она демонстрирует прозрачный бюджет и недропользователей. То есть конкретно, если в области у нас энное количество недропользователей, ну тогда уже, возможно, Дмитрий, я тогда уже расшифровку дам по терминам. Конечно. Ну то, вот смотрите, три группы. Углеводородное сырье. Это нефть, газ. Твердый полезный ископаемый, ТПИ формулировка. Это понятно, что там гугль, возможно, возможно, руды, возможно, еще что-то. Все, что у нас присутствует в области. И третье – это ОПИ. Общее распространенные полезные ископаемые. Это щебень, песок, гравий. Вот три аббревиатуры, которые входят в сферу недропользования. Соответственно, разработка стандартов, она предусматривает, сколько добывается, на каких условиях. Александр Васильевич, а как это все контролировать? Контролируется? Вот для этого и контролируется, Дмитрий. Поэтому мы сегодня в студии, и поэтому мы хотим, чтобы каждый активист знал, как это контролируется. Именно поэтому. Поэтому я готов ответить на любой вопрос, как оно контролируется. Если вы мне его зададите, каким образом? Сразу вам скажу, что стандарты и ПДО, они в большой форме. Ну, если меня прокуратура убедит, что у них есть предположенные стандарты, я подниму. А вот, кстати, есть аналогичные стандарты у госорганов? Прокуратура той же. Я, Дмитрий, очень критично настроен по части вообще всех оценок. Вы знаете мою оценку. Это, конечно, мое мнение. Оно может быть объективное, субъективное. Но, по моему мнению, в активистской области мы вообще утратили контроль за какими-то движениями технологическими. У нас хаос. Я об этом неоднократно говорю. Кто сможет меня протестовать, пожалуйста. Но я веду анализ. Я веду анализ всех проектов. Каким образом? Ну, просто из практики. Я их фиксирую. Мы сейчас создаем реестр экологических проблем города, области. Он так и называется. Реестр экологических проблем Ак-Тюбея региона. Мы ознакомились с этой программой, вновь организованную. Ну, не при минуты, да давайте уже еще один момент скажу. Возможно же у нас по времени. Ну, такой фокус. Вот такой, будем говорить, фокусировка проблемы. Я не знаю, сколько лет назад у нас прекратила действие природоохранной прокуратуры. Сейчас ее возобновили. За этот же период примерно не менее 30 раз корректировался экологический кодекс Казахстана. И все не в пользу жителей Ак-Тюбея региона. Не в пользу абсолютно. Соответственно, сейчас не от хорошей жизни природоохранная прокуратура вступает в свои права. Ну, представьте, время от общественного сознания внедрения в закон в среднем 25 лет. Уберите 10 лет. И то, что я вам сейчас буду говорить, это примерно по среднему должно выйти через 25 лет. А у нас, если исходить из преддочвы, нет такого времени. Недра истощаются гораздо быстрее. Теперь, отвечая на прямо поставленный вопрос, я не вижу вообще никакой системы. Я об этом дальше ниже остановлюсь. В тем, кто должен контролировать расширение инициативы ИПДО конкретно в регионе. Кто должен? Ну, путем исчислений, вот начиная с января месяца, сегодня у нас май, и с учетом того, что это не на пустом месте, и ИПДО я занимаюсь с 2014 года, то сейчас мы официально вывели крайнего. Это институционное развитие, департамент инновационного развития области. Из переписки, которую мы написали, вот сделали, проанализировали, у нас получается, что за эту часть должен отвечать этот департамент. Но его нельзя оставлять без контроля. Теперь в связи с этим, я вот своим коллегам обращаюсь, НПП Атамикен, сегодня мы отправили анонс, буквально дополнительный, и заранее отправили некоторый материал, а сегодня отправили объяснительный еще департамент. Почему? Потому что не так поймут. Так вот, обращаюсь ко всем. В этом треугольнике получается, что то, что официальная часть, которую подписан первый президент Республики Казахстан, она ясна, что путем вычислений рабочей группы, которая в форме входит в РЭД, в экологическом движении, экологическое сообщество активного региона, крайний – это департамент инновационного развития. Теперь второй вопрос. Как Атамикен в этом деле участвует? Это касается как раз той изначальной цели ИПДО, когда бизнес чувствует свою корпоративную социальную ответственность, эту инициативу объявил. А как она может пройти мимо национальной палаты? И тогда третий вопрос, который остается – а как вообще тогда общественный контроль? Вот тогда должны быть мы, население. Поэтому мы вот в этом сегодняшней программе и говорим, что инициатива ИПДО, она должна на учете быть у каждого жителя к тебе, потому что очень недропользователь, вернее, недр, на район, в котором много недр, область, регион. А вот скажите, у вас есть конкретные примеры, где в нашей области есть самые проблемные места? Если исходить по вот этой теме, то у нас сейчас самая проблемная тема будет – это как раз ОПИ. Карьеры, которые нас буквально разъедают, нашу землю, и приносят – это ОПИ. Это самый доступный материал, самый неконтролируемый и самый невосстанавливаемый, если смотреть по материалам. Самое проблемное место, на мой сегодняшний взгляд, с учетом опять проработки, может, кому-то покажется занудным, но не можем работать по-легкому. Это Бершигур. Вся гряда Бершигурская, Эмба, Кандагаш, Аткавембинская и Дашалкара, то, что там разнесли щебеночными карьерами – это варварство. Во-первых, палео-вулканы, которых всего три места в мире, это в таком состоянии, в процентном сохранении, которое почти стопроцентное было у нас, именно в Бершигуре, в сельском округе Бершигурском. Есть еще в Австралии, в развальном состоянии, и на дне Марракоты и Бизины в Тихом океане. Австралия – это приносит достаточно серьезные суммы, которые подходят на миллиарды. За счет туристов, за счет изучения. Это вот вообще, даже не доисторический, а прошлый. Мы умудрились его разнести, поменяв климат, снеся ландшафт, и теперь сейчас вот то, что мы говорим, каузер, речки по шалкару, по формированию, вот это как раз на сегодня. Мы сейчас сделали же экспедицию в прошлом году. Засняли материал, провели конференцию с кафедры экологии, общественники. Сейчас переводим на английский язык, двухсполонночасовый материал. Будем выставлять его на международников. Вообще, кто будет принимать участие в общественных слушаниях? Общественные слушания, кроме узкой группы тех же вот профильных департаментов. Узкая группа, давайте перечислить. Ну, давайте. Вот управление природных ресурсов, потому что они тоже были сначала по цепочке, будем говорить так, кавычках, подозреваемых. Можно пошутить, да? Потом инновационные. Экология. Спрашивают, почему экология? Потому что экология, все начинается. А на первом месте из четверки, это, ну, здесь два нарушителя управления природников и инновационного развития, два департамента. А вообще, опять-таки, по моему мнению, вот в связи опять с нашей повесткой, что мы все-таки общественники, это управление внутренней политикой. Вот четыре, получается. Плюс от Амикен. Ну, депутатов мы не стали трогать, потому что сейчас думаем, какая же все-таки, мы вне политики, какому богу молиться, у нас кто сейчас главенствует, в общественный совет области или все-таки депутаты? А у меня вопрос, как вы считаете? А я считаю, что общественность должна на площадке работать. И предлагаю сразу, раз уж такой вопрос задали, я предлагаю вообще поменять формат. В этом просто моя рекомендательность с учетом опыта. Как у нас сегодня проходит заседание общественного совета? По повестке. Кто заслушивает? Заслушают вроде как общественники. А кого заслушают? А чиновников. А если, предположим, общественник, который 20 лет этим занимается и слушает опять этот бред, который идет, или сказки, для того, чтобы просветить вновь назначенный совет, и потом смотрит эту резолюцию, которая обкатанная 20 лет и ничего ровным счетом не двигается, тогда, соответственно, должен быть предложен другой формат. То есть, господа, вы предоставляете площадку и поручаете группе общественников, которые знают, изучите этот вариант досконально, а уже потом, после доклада общественников, вызывать в соответствующий департамент и говорить, что вы, друзья дорогие, на это ответите. Соответствующие резолюции. Тогда корень же совсем другой получается. Александр Васильевич, как вы думаете, какой, или рассчитываете, какой будет результат? Результат, пока сами не начнем двигаться, может быть, не совсем и нулевым. Что мешает двигаться? Ничего, абсолютно брать сами в руки, подучиться немножко. Не так страшно это осилить, разбить группу и начать двигать. Опять-таки, здесь чисто общественный контроль, помощь. Закон, закон о проекте общественном контроле. Это не так сложно, это кажется. Меньше говорить, просто взять, даже незаметно. Берете, изучаете и смотрите. И выясняется, предположим, 86 организаций, которые, ну, на самом распространенном у нас в ОПИ. 86 добывающих субъектов. Так вот, из них, если хорошо, в открытом доступе 20%. Это хорошо. А в остальных мы не могли найти концы. Друзья, дорогие, ну, давай сейчас поручим, предположим, Куралинский сельский округ. У вас кто карьеры ковыряют? И кто их восстанавливает, соответственно? Никто не восстанавливает? Конечно. Конечно, нет. Поэтому... Но ваше предложение, что сделать? Как проект... Я предлагаю... Закрыть, что ли, карьеры еще? Нет, карьеры невозможно закрывать. Вот. Их просто-напросто смотреть, целесопразность тех или иных карьеров. Потом второй раз мы говорим, то, что добывается в недрах. У нас есть ТПИ, твердые и полезные ископаемые, в том же, вон, Казхром, который добывают рудники, да? Сколько отвалов лежит? Они же сертифицированы на какие-то виды работ, замены. Ну, тогда давайте процентам отношений высчитаем. Сколько мы можем использовать отвалов? Соответственно, для бизнеса это подвинуться немножко в сторону и начать. То есть, взял карьер на разработку эта земля. Ты берешь его, разрабатываешь. Ну, позвольте, друзья дорогие, у вас же наверняка мы еще до договоров не дошли. Вы должны восстанавливать. То есть, какую ты часть выработки берешь, сколько из нее берешь, какая глубина выработки, что ты получаешь. Соответственно, сразу можно по частям делать рекультивацию и прочее? Конечно, можно и нужно. А кто ее делает? Нет. Вот надо тогда разрабатывать сейчас вот эту программу. Мы будем вносить недропользование. Мы же будем резолюцию делать по ИПДУ. Мы это будем вносить. Причем мы не хотим ее режиссировать. Мы хотим, отвечая на тот вопрос, кто придет дальше, кроме мы ушли немножко от темы, мы приглашаем горожан. А они охотно приходят? Нет. Я бы не сказал, что горожане, которым может не доходить информация, но в ручном режиме, когда мы, предположим, вручную уже звоним, тогда да. Вот вернемся к людям. Почему у нас много критики в социальных сетях, а на деле никого нет? Вот о чем мы сейчас с вами говорим. Потому что уровень активенцев, он несколько упал. Интеллект. Поэтому, ребят, давайте вернемся к тому, что мы все-таки должны как-то просмотреть. Мы не этим живем сиюминутным, то, что сейчас трясит. Ценности меняются. Земля ценная, вода ценная, трава ценная, воздух ценный. Ну, чтобы делать, не надо кричать. Мы подсказываем, вот смотрите, вот у вас. Возьмем 8,6, 20 нормальных работает. А 66 возьмите под контроль. Как? Объясняем, давайте мы вам дальше ход мы сейчас будем отыгрывать. Проведение стратегической сессии. Это я уже говорю для тех, кого вы говорите, кто должен контролировать. Мы сейчас возьмемся, найдем средства. Будем проводить стратегические сессии по округам. Один возьмем, сейчас аул, я не буду его открывать. Но спонсоров найдем. Проведем, как положено. А вы уверены, что спонсоры согласятся? Соглашаются. Личные связи какие-то? Личные связи, конечно. Конечно. Личные связи, метод убеждения. Вырезюмируя нашу сегодняшнюю беседу, то давайте напомним, когда пройдут общественные слушания. Цель их и результат. Завтра, во вторник, во вторник в 10 часов, бизнес-империя, газежубановый 15D. Вход свободный, но мы там поместимся, наверное, я не думаю, что горожане ринутся сразу на это. Примем резолюцию. Ну вот у вас сейчас есть уникальная возможность тем людям, кто этим утром смотрит наш проект, обратиться и сказать, ребята, давайте действовать, хватит сидеть и быть диванными героями. Дмитрий, вот мне почему импонирует всегда то, что вы на полном серьезе, мы рассматриваем серьезные вещи. Мы очень серьезные вещи рассматриваем. Я скажу, дорогие граждане, кто придет, он будет думать о том, как мы будем внедрять модель. Это она уже у нас на ходу стоит. Мы просим внедрить либо норвежскую, либо модель Арабских Эмиратов, когда 60% поступления доходов остается в области от недропользования. Оно же звучит. Вот будем все вместе обосновывать, ребята. А что для этого делать, уже потом будем расписывать и работать. Посыл, позыв хороший же, есть же, да, самим сделать что-то. Вот они средства. Решимость и единство действий. Александр Васильевич, спасибо за интервью, за беседу интересную. Вам удачи и реализации планов, которые вы ставите благодаря своему фонду. Благодарю, Дмитрий. Всего доброго. Всего доброго. Желаем вам всем хорошего настроения. Понедельник, начало новой рабочей недели. Просыпаемся с позитивом. Друзья, мы продолжаем новое утро и рады встрече с вами в этот понедельник. Через пару дней уже июнь, а начинается он с замечательного праздника Дня защиты детей. К счастью, у нас детей не нужно защищать от глобальных бедствий. Поэтому 1 июня для нас настоящий семейный праздник. Когда хочется подарить малышам все. Мороженое, карусели, сладости и подарки. В День защиты детей будет много событий в городе. А в Центральном парке соберутся все победители творческих конкурсов. И их будут чествовать, как нашу славу и гордость. Ведь столько труда и любви вложено в развитие наших детей. Буквально вчера юные актюбинцы поздравляли с Днем рождения наш город. Вот такой ролик подготовили коллективы городского Дома культуры. Еще раз с праздником, с Днем рождения, город Актьюбья. Актьюбья Актьюбья Жауқазындарын мекені Актьюбья 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 Айбынды жастардың мекені Актьюбья Актьюбья Балалық шағымның арайлы аспаны Ахтубе казаки каймагы кузнмаган куттум екен. Ахтубе ауды екен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Диму! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok День защиты детей Для вас работали мы, очаровательная Маша Максимлюк Несравненный Дмитрий Шиш, наша дружная творческая команда за кадром Просыпайтесь, пробуждайтесь, пусть этот день будет для вас особенным Встретимся 1 июня на телеканале Рика ТВ в 7.30 утра Не проспите, будет весело Всего хорошего, друзья! До свидания!